Здравствуйте! В эфире передача «Чрезвычайная ситуация». Сегодня в нашей программе. Железнодорожный переезд – зона повышенной опасности. Году культуры безопасности посвящается профилактическое мероприятие с детьми. В столице Алтайского края побывали представители Сибирской пожарно-спасательной академии. Соревнования студенческих спасательных отрядов. Алтайские спасатели показали свою спортивную подготовку в зимнем биатлоне. Железнодорожный переезд – зона повышенной опасности. Подробности далее. Совместный профилактический рейд провели сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, ГИБДД, специалисты ГОИЧС города Новоалтайска и представители Алтайской дистанции путей с западной Сибирской железной дороги на регулируемом переезде станции Вележановка. Данное мероприятие проводилось в рамках просветительского проекта «Культ безопасности». В ходе профилактического мероприятия участники рейда проводили беседы с водителями, раздавали памятки по безопасности. И такая акция не случайна, ведь в Алтайском крае с начала года уже допущены три дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. 6 февраля авария с участием поезда и грузового автомобиля «Газель» произошла на переезде 552-го километра перегона Панкрушиха-Урываева. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. 10 февраля на регулируемом железнодорожном переезде 133-й километр перегона «Безменного-Красный-Боец» при исправно действующей автоматической переездной сигнализации произошло серьезное ДТП с участием грузового поезда и автомобиля «Газель». В этом случае пострадал водитель автомобиля. 18 февраля легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути на регулируемом железнодорожном переезде станции штаб Копаловского района, где столкнулся с поездом. В аварии, к счастью, никто не пострадал, и железнодорожная инфраструктура не была повреждена. Причиной данных происшествий на железнодорожных переездах явилось нарушение водителями требований пунктов 15.2 и 15.3 правил дорожного движения Российской Федерации в части проезда через железнодорожный переезд при запрещающем показаниях переездной сигнализации и приближающимся к переезду в пределах видимости поезду. В очередной раз хочется напомнить. Железная дорога – зона повышенной опасности. Уважаемые водители автотранспортных средств, не подвергайте опасности себя и своих близких. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте терпеливы и бдительны при проезде железнодорожных переездов. Дома всех нас ждут живыми и здоровыми. Огонь бывает разный. Подробности профилактического мероприятия в нашем следующем сюжете. На прошлой неделе в детской библиотеке номер 22 города Барнаула прошло необычное занятие. В гостях у книжных фей побывали сотрудники Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Краевого управления ГОЧС и воспитанники детского сада номер 200 «Солнышко». Встреча прошла по инициативе заведующей библиотекой Марии Ермаковой, которая организовывает с воспитанниками детских садов различные тематические мероприятия. В любом случае нельзя играть спичками, нельзя играть зажигалками. Это очень опасно и приводит вот к такой страшной беде. Мальчик это делал, делать этого нельзя. Так в этот раз с ребятами подготовительной группы был проведен познавательный час под символичным названием «Огонек он такой, бывает добрый, бывает злой». Что же дают подобные мероприятия дошкольникам? Первые элементарные основы «Хочется верить» закладываются родителями ребят. А более глубоко и всеобъемлюще ребятишки знакомятся с правилами пожарной безопасности именно на таких занятиях. Сначала малыши посмотрели короткий мультфильм, в котором ярко и наглядно демонстрируются причины возникновения пожаров. Затем последовало оживленное обсуждение этих причин в форме открытого диалога. Ребятам на понятном и доступном языке разъяснили правила пожарной безопасности, используя методические пособия в виде плакатов. Совместное обсуждение ситуаций, в которых огонь несет людям пользу, а когда представляет для них опасность, дает осознание необходимости осторожного обращения с огнем. Таким образом, в процессе занимательной игры ребятишки познакомились с основами противопожарной безопасности, необходимыми для понимания в дошкольной возрастной группе, а также получили представление о действиях, которые нужно предпринимать в случае возникновения пожара. Ежегодно в России от пожаров и несчастных случаев гибнут сотни детей. Они просто не знали, чем может обернуться детская шалость. А когда вы последний раз говорили с ребенком о безопасности? Предотвратить проще, чем исправить. Представители Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России на днях посетили и провели целый ряд мероприятий в столице Алтайского края. Посещение регионального этапа Всероссийской олимпиады по безопасности жизнедеятельности, встречи с выпускниками академии, абитуриентами и их родителями, такова была программа работы в Барнауле преподавателя кафедры специальной подготовки Рамиля Хисамуддинова и начальника факультета среднего профессионального образования Вадима Саенко. В субботу в средней школе номер 49 города Барнаула собрались старшеклассники со всего края, все знатоки правил безопасного поведения в самых разных экстремальных ситуациях. Им предстояло пройти целый ряд непростых испытаний, как теористических, так и практических. Перед стартом регионального этапа Всероссийской олимпиады по дисциплине безопасность жизнедеятельности с ребятами пообщались представители Сибирской пожарно-спасательной академии, рассказали им об учебном заведении, перспективах обучения и получаемых специальностях. Старшие классы самое время задуматься о вопросах профориентации, а эти ребята уже прошли серьезную подготовку по тематике безопасности. Сначала проходит школьный этап, затем муниципальный этап в город, это вот сейчас у нас проходит региональный этап, кто выходит в победители, идут на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Предмет ОБЖ специфичен тем, что он охватывает очень много областей знаний, и ребенок должен быть универсальным, и не только, что называется, быть ботаником, хорошо соображать в теории, но и физическая подготовка должна быть хорошая, потому что требует больших нагрузок. Разнообразные знания, ну вот в области основы медицинских знаний, биологии должны знать, значит, по выживанию в природных условиях, география, физплотовка, соответственно, значит, ну и можно там астрономия, физика, химия, то есть ребенок должен быть универсальным и обладать большим набором знаний в различных областях. Ну и по практическому туру, здесь 10-11 класс по основам военной службы должен, значит, хорошо стрелять, разбирать автомат калашников, снаряжать магазин, значит, выполнять какие-то задания по химической защите, биологической, бутерологической. Сам Александр Борисович имеет более чем серьезный опыт работы с детьми в этом направлении. Его воспитанники 7 раз побеждали и 8 раз становились призерами регионального этапа Олимпиады. О самой Олимпиаде можно рассказать много интересного. Организаторы и в этот раз постарались на славу. Задания были разнообразными и увлекательными, но в то же время непростыми. Ориентирование на местности, преодоление заминированного участка местности, оказание помощи раненым, преодоление зоны техногенной аварии, сборка оружия, стрельба по мишеням, лишь некоторые из них. Интересным был этап тушения пожара, в который входило надевание боевой одежды пожарного, прокладка рукавной линии от водоисточника и тушение условного возгорания. Довелось участникам поработать и с огнетушителем. Я срываю колонбу, снимаю чеку, направляю струю на возгорный обрет и нажимаю на рычаг. Ну а оказание первой помощи пострадавшему – основа основ практического курса ОБЖ. Пробляем пульс, пульса нет, начинаем проводить реанимацию. Очищаем эту полость. Подобных состязаниях главное – участие, хотя заслуженные грамоты и дипломы, медали и призы не могут не радовать юных спасателей. Главное – практическая польза от подобных занятий. Мои дети, которые занимаются, я уже отбираю детей, начиная с третьего класса. Сначала они проходят соревнования в «Безопасное колесо» по правилам дорожного движения. Затем дружины юных пожарных включаются в движение юных пожарных. Далее военно-спортивная игра «Зорница», «А ну-ка, парни», «Спартакиада» до призывной молодежи. И вот уже выпускник школы, который прошел все вот эти этапы, он себя уверенно будет чувствовать в любой экстремальной ситуации и выйдет из любой ситуации без ущерба здоровья себе или, может, даже спасет жизнь, ну и также поможет окружающим. Потому что настолько универсальная подготовка, и в экстремальной ситуации данный участник не растеряется, это уже 100%. Олимпиада прошла на высоком уровне и в атмосфере почти спортивного азарта. Взрослые активно болели за своих подопечных, а школьники старались выполнить разнообразные задания на отлично. В этот же день в актовом зале главного управления МЧС России по Алтайскому краю представители академии встретились с родителями и выпускниками школ Алтайского края, желающими стать спасателями. В начале встречи гости рассказали о комфортных условиях созданных учреждений, которые способствуют удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, и развитию их в профессиональном, духовном, нравственно-гуманистическом отношении. Дети проживают, соответственно, в общежитиях. Не просто общежития, а как в понимании взрослых людей. Это гостиничного типа. Живут в кубриках. В кубрики две комнаты, в каждой комнате по два человека. Туалет, душевая кабина. Все находится в каждом кубрике. Питание, соответственно, организовано в столборе. Плюс, ребятишки не только учатся там, они еще развиваются во всех направлениях. Крытый рядовый дворец, это раз. Бассейн большой, 25-метровый. Спортзал хороший, тренажерный зал. В общежитии прямо на первом этаже имеются тренажерные залы. И пара, думаю, девчата, занимаются, ходят по странам. Культурно-досква работа сильно развита. Имеются свои команды КВН, которые участвуют, премьеры лидер. Различные выступления. В продолжении разговора участники встречи поговорили о правилах приема на обучение по разным специальностям, а также об условиях сдачи вступительных экзаменов. Сибирская пожарно-спасательная академия, государственная противопожарная служба МЧС России, это единственное высшее учебное заведение МЧС России в Сибирском федеральном округе, выполняющее кадровый заказ по подготовке высококвалифицированных специалистов для регионов Сибири в области обеспечения пожарной безопасности с уровнем подготовки, соответствующих государственным образовательным стандартам и квалификационным требованиям. Академия реализует программы высшего профессионального образования, послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального образования. В настоящее время обучение в академии осуществляется по специальности пожарная безопасность, с присвоением к квалификации специалист, по специальности техногенная безопасность, с присвоением к квалификации бакалавра. На сегодняшний день в Академии проходит обучение более 500 курсантов и слушателей факультета инженеров пожарной безопасности и более 800 слушателей факультета заочного обучения. Рискуя, каждый зритель уверен, что все закончится благополучно. В жизни так не будет. Любое неосторожное движение, и ты потеряешь все. Но ты должен. Ты должен. Должен поставить на кон жизнь. Потому что она может стоить сотни. Сотни других в жизни. Возвращая команда отбой. МЧС России. Доверяя свою жизнь. В городе Барнауле прошли соревнования среди студенческих спасательных отрядов. Накануне Дня защитника Отечества состояли соревнования студенческих спасательных отрядов Алтайского края. Мероприятие проводилось в спортивном зале Алтайского архитектурно-строительного колледжа, команда которого также приняла активное участие в соревнованиях. Данные соревнования проходят впервые. Это соревнования среди вузов со студентами, которые занимаются в плане спасательного дела. Данные соревнования превращаются в Году культуры безопасности населения. Участвуют семь команд с разных вузов. Самые крупные вузы Алтайского края здесь свои команды представили. Организационный комитет, в состав которого вошли представители Российского союза спасателей, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю и Министерство образования и науки Алтайского края подготовили для соревнующихся разнообразные испытания. Командам-участникам, в состав которых входит по шесть человек, в том числе не менее двух девушек, предстояло показать свои силы физической подготовки, знание в основах медицины и быстроту, ловкость в прохождении полосы препятствий. Самым зрелищным испытанием стало преодоление дистанции, на которой участникам команд предстояло выполнить некоторые элементы, непосредственно относящиеся к спасательному делу. По сигналу судьи дается старт забегу. На первом этапе полосы препятствий участники изготавливают носилки из подручных средств, укладывают пострадавшего и транспортируют его по маркированному маршруту. Главное условие выполнения этапа – надежность носилок. Если в момент транспортировки носилки разваливаются, судья останавливает команду до исправления недочета. Если команда уронила пострадавшего, команда снимается с полосы препятствий. За нарушение техники безопасности и некорректное обращение с пострадавшим команде присуждаются штрафные баллы. На втором этапе полосы препятствий участники завязывают узел-проводник-восьмерка, который используют в своем деле настоящие спасатели. Взаимопомощь между участниками запрещена. Узел считается завязанным правильно, если он соответствует образцу. Перед прохождением третьего, четвертого и пятого этапов команда разбивается на три пары, каждая из которых выполняет свои нормативы. Производится выполнение норматива по надеванию защитного костюма «Л-1». Участники по команде «Газы» надевают средства защиты – противогаз и защитный костюм. По готовности участники сигнализируют поднятой вверх рукой. В это время другие два участника команды выполняют норматив по специальной подготовке пожарного. Остальные два участника команды в это время должны показать свои навыки в деле спасения человека, терпящего бедствия на воде. На данном этапе необходимо попасть спасательным концом Александрова в обозначенную зону. После того, как все участники выполнили свои испытания, команда финиширует. Стоит отметить, что все команды показали слаженность и уверенность в прохождении всех этапов. Ведь умение действовать одной командой в преодолении испытаний, тем более если дело касается спасения человеческих жизней, дорогого стоит. В данных соревнованиях лучшее время прохождения всех трех испытаний показала команда Алтайского государственного аграрного университета, участники которой были награждены кубком, грамотой и памятными подарками. Команды-призеры были награждены грамотой и подарками. На одной из лыжных баз города Змеиногорска состоялись соревнования среди сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю по зимнему биатлону. 13 команд, среди которых команды 11 отрядов Федеральной противопожарной службы, специализированные пожарно-спасательной частью по Алтайскому краю и специального управления Федеральной противопожарной службы номер 36 МЧС России, соседались в зимнем Олимпийском виде спорта. В команде три участника, двое мужчин и одна женщина. По условиям соревнований, мужчинам необходимо было преодолеть дистанцию протяженностью 5 километров и два огневых рубежа, а женщинам 3 километра и один огневой рубеж. На каждом огневом рубеже у биатлониста в распоряжении 5 выстрелов. За каждое непопадание присуждается штраф, и биатлонистам приходится преодолевать штрафной круг в 150 метров. На протяжении всей спартакиады для гостей и зрителей звучала и создавала атмосферу праздника живая музыка. Всех желающих ждала полевая кухня с вкусным обедом. Лучший результат показала команда 1-го отряда Федеральной противопожарной службы. Второе место заняли спортсмены 3-го отряда Федеральной противопожарной службы. Почетную бронзу получила команда специализированной пожарно-спасательной части по Алтайскому краю. Также были награждены спортсмены, показавшие лучшие результаты в личных забегах. Команда и спортсмены-победители были награждены кубками, дипломами и медалями. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. И напоминаем, что на территории Алтайского края действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 65 82 19. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова